Сегодня Хакасию посетил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. У московского гостя была обширная программа. Он провел селектор и посетил несколько сельхозпредприятий. Однако на встречу с фермерами и переработчиками пустили не всех журналистов. Нам удалось побывать лишь на официальной части в правительстве. Из зала заседаний Ольга Стельмах. Среди участников встречи не только замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, но и представители соседних республик и Красноярского края. На повестке проблемы овцеводства, как отметил федеральный чиновник, спрос на мясную продукцию вырос, и сегодня страна как никогда заинтересована в развитии отрасли. Причем территории могут рассчитывать на солидную господдержку. Мы имеем поручение рабочих группами сельхоза министра услышать предложение региона и усовершенствовать существующий мер господдержки. Мы рассчитываем, что в числе прочих будет и стимулирование наших уважаемых фермеров по промышленному забою баранины, а соответственно поставка этой баранины в торговые сети страны и даже за рубеж. А потенциал есть. За последние 10 лет республика в три раза увеличила поголовье овец. Появился свой бренд – хакасская баранина. В его развитие вложились инвесторы, но сегодня ситуация не особо оптимистичная. Цех работает лишь на треть мощности. Катастрофически не хватает сырья. Какие конкретные меры примут республиканские власти, чтобы не потерять современный завод по переработке баранины, глава Хакассии пока сформулировать не смог. Но пообещал над этим вопросом подумать. Мы понимание у министерства федерального находим. И, в общем-то, осталось только определиться по точкам роста. И вот развитие отрасли овцеводства, мне кажется, оно является таким краеугольным здесь камнем. И если сюда будут приложены усилия, то вполне реально в течение пяти лет удвоить поголовье. Между тем, специалисты уверены, проблему можно решить лишь разведением мясных пород. Для развития племенного овцеводства республике нужен селекционно-генетический центр. У Хакассии есть надежда получить мощную государственную поддержку. Будет она или нет, сегодня в первую очередь зависит от работы республиканских властей. Ольга Сельмах, Сергей Казьмин, Вести Хакассия.